Всем привет! Сегодня Господь дает нам слово из книги Ди Янни из пятой главы. Мы с вами прочитаем 38 и 39 стихи, потому что здесь очень важная истинная вера записана. Также вы можете внизу под этим видео, вы видите ссылку. Это слово мы теперь выкладываем и в текстовом формате, поэтому вы сможете просмотреть это видео, скачать или просмотреть для себя текстовый файл, чтобы у вас была возможность еще раз обратиться к этому слову, прочитать его, поразмышлять над ним, чтобы оно вошло внутрь вас и принесло урожай вашей жизни. Аллилуйя! Потому что Иисус говорил, что из доброго сокровищницы сердца добрый человек вносит доброе, поэтому нам нужно вкладывать туда правильные, добрые вещи, чтобы иметь соответственный плод в нашей жизни. Слава Господу! Итак, мы с вами читаем пятую главу книги Ди Янни. Давайте мы с вами начнем читать с 35 стиха, то есть прочитаем 34-35 стих и потом опустимся на 38-39. Итак, 34 стих. Встав же в Синедрионе некто фарисея именем Гамалиил Законучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. А им сказал мужи израильские, подумайте сами собою о людях сих, что вам с ними делать. Итак, 38-39 стих. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Итак, сказанное здесь очень важно. Истину, звучащую в этих словах Гамалииля, мы видим и в других местах писания, например, в книге Исаии, в 8 главе с 10 по 12 стих. И я верю, что мы должны ходить в понимание этой истины, зная, что все выступающее против нас или пытающееся помешать нам не от Бога, а потому он сам позаботится о том, чтобы разобраться с этим. Так что нам лично вовсе нечего заботиться или волноваться, или переживать. Мы должны видеть и понимать, что если наше дело это дело Божье, порученное и вверенное им нам, значит никто и ничто не сможет это разрушить, потому что сам Бог стоит за этим. А все, кто или что попытается выступить против, становятся богопротивниками, и от этого же им хуже. Точно то же касается и исполнения плана Божья в нашей жизни. То, что предопределил Господь для нас, не может быть разрушено никем и ничем. А если люди пытаются следовать собственным планам, вопреки плану Божьему для их жизни, то от того-то у них и проблемы, потому что тогда это просто чисто дело человеческое, которое не может устоять, согласно тому, что мы прочитали. И противость плану Божьему такие становятся богопротивниками в своей жизни, потому что получают, потому и получат соответствующие результаты. И вот причина того, что многие из тех, кто был призван проповедовать, но вместо этого упорно шли против этого Божьего плана, делая свое заканчивание трагически. То есть это некоторые примеры, которые мы имеем. Поэтому нам главное иметь знание и свидетельство от Духа Святого в нашем сердце, что мы в воле Божьей. Но все остальное уже не важно. Потому что если мы послушны Богу, значит Он исполняет свой план в нашей жизни и через нас. Поэтому никакое дело человеческое или орудие сатанинское не устоит против нас, но разрушится. И разрушится самим Богом. А что Он разрушает, то уже не подлежит заседанию и не созиждится, то есть не будет вновь построено. Нам больше никогда не придется вновь с этим сталкиваться, а Богу вновь с этим разбираться. Потому что Он разбирается раз и навсегда, как говорит нам книга Иова в 12 главе в 14 стихе. Аллилуйя. Если мы делаем то, что от Бога, следуя Его водительству в Его плане, то это наше дело, как и вся наша жизнь, просто обреченный на успех. Потому что Бог никогда не терпит поражений. Потому и Его план. И вообще все, что Он делает. Поэтому нам совершенно не о чем беспокоиться или волноваться, когда мы в послушании Богу находимся в Его воле и Его плане для нашей жизни. Потому что Господь позаботится о нас. Аллилуйя, Слава Господа. Отец, мы благодарим Тебя за Твое слово. Ты скажешь, что все, что не от Тебя, это разрушится. А то, что от Тебя никто, ничто не может это разрушить. И молимся Тебя, чтобы Ты творил Твои дела в это время через Твоих избранных сосудов. Во имя Иисуса Христа. Аминь.